Всем привет! Продолжаем путешествие по городам России. И сегодня посмотрим на Екатеринбург. Четвертый город в России с населением 1 миллион 450 тысяч человек. Расположен в 30 километрах от границы Европы и Азии. Еще с советского периода, когда он назывался Свердловск, город превратился в мощный индустриальный центр. Москва расположена 1660 км к западу от Екатеринбурга. Любопытно, что из Екатеринбурга быстрее на машине добраться до Астаны, чем до Новосибирска или Москвы. Вот такая у нас необъятная страна. Климат умеренно континентальный и, надо сказать, на любителя. Бывают резкие перепады температур, а угадать будет ли сегодня дождь практически невозможно. Вот так пойдешь гулять в парк и совсем неожиданно может начаться ливень, но через час опять может светить солнце. Зимы здесь холоднее, чем в Москве, но теплее, чем в Новосибирске. Крупнейший вуз Уральский федеральный университет или УРФУ, в котором обучается 35 тысяч студентов. В рейтинге российских вузов он на 19 строчке. А вообще в городе обучается 140 тысяч студентов. Когда-то Екатеринбург был исключительно промышленным городом, как, к примеру, соседний Челябинск. И такие заводы, как Уралмаш, были известны на всю страну. Но сегодня ситуация изменилась. Крупнейшие компании, согласно Форбс, это УГМК, Русская медная компания, Синара Групп, Элемент Трейд, стали промышленная компания и другие. В центре города строится деловой квартал Екатеринбург-Сити, самый высокий небоскреб которого – башня и сеть, высотой 209 метров. Это самое высокое здание в России за пределами Москвы. В планах еще несколько небоскребов, достигающих 300 метров в высоту. Этот город неплохо подходит для проведения международных мероприятий. Здесь проходили саммиты стран ШОС и БРИКС. Удобная инфраструктура, выставочные залы, включая центр Экспо, площадью 50 тысяч квадратных метров. Хороший выбор гостиниц и современный международный аэропорт Кольцова. Среднемесячная заработная плата в Екатеринбурге по итогам 2016 года составила 41 тысячу рублей. На 2015 год Екатеринбург входил в пятерку самых посещаемых российских городов, наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Новосибирском и Владивостоком, согласно рейтингу от платежной системы Мастеркард. Количество автомобилей 410 на 1000 жителей и увеличивается с каждым годом. А вот темпы развития дорожной сети отстают, что сегодня приводит к частым пробкам. Городу крайне не хватает современных многоуровневых развязок. Например, вот таких. Или вот таких. Общественный транспорт представлен автобусами, троллейбусами, трамваями и маршрутными такси. Метро тоже есть, но всего лишь одна линия с девятью станциями. Вы спросите, почему же так мало? Потому что городу не хватает финансирования на его строительство. Хотя оно максимально востребовано жителями и помогло бы разрешить ситуацию с пробками на дорогах. Стоимость проезда 28 рублей. И надо отметить, что город хорошо смотрится летом и зимой. А вот в межсезонье совсем нет. За что даже получил от местных жителей прозвище Грязьбург. Екатеринбург один из ведущих спортивных центров в России. В городе находится 16 стадионов, более 400 спортзалов, 45 бассейнов. Один из 11 российских городов, где в 2018 году пройдет чемпионат мира по футболу и международный фестиваль болельщиков. Для этого события полным ходом идет реконструкция центрального стадиона. Екатеринбург всегда славился рок-музыкой. Отсюда вышли Чаев, Агата Кристи, смысловые галлюцинации и многие другие. Также город известен первым президентом России Борисом Ельциным, писателем Павлом Бажовым, современным драматургом Николаем Каледой и команда КВН «Уральские пельмени» также отсюда. Люди здесь всегда отличались свободолюбием. Еще в 93-м году губернатор области Россель создал Уральскую республику, которая просуществовала, правда, чуть меньше года, так как помешала Москва. Представьте только, Урал мог бы быть отдельной республикой. И сегодня скажите, где еще в России можно прийти на субботнюю пробежку с мэром города и лично пообщаться? И где еще мэр ведет свой канал на ютюбе и может просто позвать людей на субботник, чтобы прибрать городской пруд? И люди охотно откликаются и приходят сотнями. А давайте спросим его, что он думает о городе. Всем привет! Это Евгений Ройзман, глава Екатеринбурга. Тут немножко шумно, потому что мы пруд чистим, у нас субботник. Вообще Екатеринбург – европейский город, лучший миллионник в России, а я думаю, что вообще лучший город страны. Поэтому приезжайте в гости, здесь гостям всегда рады. Я думаю, что вам у нас понравится. Удачи! Как и в остальных крупных городах России, большинство людей живет в квартирах многоэтажных домов. Активно строятся новые кварталы. Некоторые вообще выбиваются из общей картины, как, например, академический. Самый новый, яркий и молодой район Екатеринбурга. 8 лет назад этого района просто не было, а к 2025 году здесь будет проживать 300 тысяч человек. Но проблемы все те же. Застройка слишком плотная, нет достаточных территорий для прогулки. И, как всегда, все свободное пространство сразу превращается в паркинг. Поэтому, кто особо ценит приватность, предпочитают для проживания частные дома. Средняя стоимость за квадратный метр по городу 66 тысяч рублей. Комфортно ли здесь жить? По меркам России, вполне комфортный город. Если вас не пугает холодная зима и не очень стабильная погода, то вам здесь понравится. Давайте послушаем, что иностранцы думают о городе. Спросим у вьетнамца, который здесь живет. Привет, меня зовут Ань. Я живу в Екатеринбурге уже 20 лет. Хороший современный город. Хорошие люди. Кстати, я владелец вьетнамской кафе, кафе Вьетнон. Будете в городе приконять. А теперь спросим у американца, который живет здесь 3 года. Но люди, которые живут здесь, мы живем в таком ужасном месте. Это ужасно. Пойдем в Москве, вернем в Америку. Это невероятно, потому что я очень нравится здесь. И я думаю, что это замечательная город. Да, я очень люблю. И я очень люблю это. Я люблю это больше, чем я люблю Москву. Что посмотреть в Екатеринбурге? Конечно, стоит прогуляться по плотинке. Посетить Октябрьскую площадь. Подняться на смотровую площадку на небоскребе Высоцком. И, конечно, посетить Ельцин-центр. Где постоянно проводятся интересные мероприятия. И где можно на время окунуться в непростые годы перестройки. Музей супер-современный. Возможно, с точки зрения технологии, лучший в России. Стоит посетить театр оперы и балета, построенный еще при царской России. И самобытный Каледа-театр. Цирк с уникальной крышей-куполом. Второй подобный в мире можно увидеть только в Бразилии. А вы были в Екатеринбурге? Как вы думаете, хороший ли это город среди других городов России? Делитесь этим видео, если вам понравилось. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok